Пневмат 24 Необычный топ 5 Battlefield старая серия игр И в узких кругах когда-то она стала культовой А значит многие пытались повторить успех Или даже превзойти нашу любимую серию игр Как вы понимаете на ваших экранах топ 5 клонов Battlefield Пятое место Мег! Мег! Нет Арни, не Маг, а Мег Мессив экшен гейм Эксклюзивный проект для PS3 Который вышел в далеком 2010 году И впоследствии был закрыт в январе 2014 Во многом игра полностью оправдывала свое название В маге можно было участвовать В зарубах на 256 человек Чем была прекрасна эта игра? Огромной схожестью с классическими Battlefield'ами Где тот же хилл Саппартийцев был важнее убийства За командное взаимодействие В маге давали в 2 раза больше очков Чем за убийство Многие кто играл в эту игру Говорят, что в маге реально чувствуется командная работа Что не скажешь про современные Battlefield'ы Где все казуалы стали гоняться за КД А не слаженностью команды Как это было в Battlefield 2, 2142 Системы классов в игре не было Была система кастомизации на манер Call of Duty Где вы по факту могли создать любой класс Также в маге было мало техники Джипы, да, БТРы Но при этом основополагающий элемент Battlefield'ы Оставался это взаимодействие команды Режимов было много На 32, 64, 126 и 256 человек В режиме на 256 человек игра была невероятно динамичная Особенно если сравнивать с другим продуктом Sony ММО PlanetSide Который не попал в этот топ Потому что он мало походит на Battlefield Также к магу было сделано DLC Которая добавила режим с участием всех трех фракций Представленных в игре В этом режиме играли 96 игроков Игра лично для меня была, наверное, единственным интересным Онлайн эксклюзивом от Sony Которого больше нет Жаль, что продолжение или ремастер мы вряд ли увидим А про обратную совместимость я вообще молчу Четвертое место Терминатор 3. Война машин Да, я видел ролик GG И слышал, как он жаловался на эту игру Говорил про 20 баллов на бета-критике Но, в отличие от мага, я много играл в Терминатор И, несмотря на отношение Atari к игрокам Терминатора 3 Игра была невероятно прикольной И она приносила какой-то особый фан Из проблем, ну, наверное, можно было выделить только дисбаланс В настоящем у нас тащили люди А в будущем наоборот И, наверное, это все Классовая система, на мой взгляд, была странная В настоящем у нас у людей доступен стрелок и тяжелый стрелок А в качестве супер-класса Железная Арни У роботов Т-1 и ФК, который из-за того, что летает, не мог захватывать точки в Конквесте В будущем уже более разнообразные классы У людей те же стрелки, снайпер, диверсант, С-4 класс, поддержки с аптечкой и патронами, ну и, конечно, железная Арни У роботов ФК в роли некого разведчика Стрелок, тяжелый стрелок и инфильтратор, который просто выглядел как человек Техника была доступна только в будущем У Скайнет это был гигантский боевой робот и маршрутка У людей грузовичок, багги, джип и небольшой броневичок Техника, кроме робота, конечно, особо не была участником перестрелок А была чистым средством передвижения на больших довольно картах этой игры Кстати, низкие оценки игра получила за визор Терминатора, который на старте нельзя было убрать И он был реально хуже даже синего фильтра из Battlefield 3 Но в патче была добавлена функция отключения И дизайн карт Мол, по мнению журналюк, они не были разнообразными Военные базы, лаборатории и постапокалипсис У меня вопрос вот к тем, кто выставлял оценки Вот IGN, а что еще должно быть в Терминаторе? Каркан, джунгли, снежные горы, а? Вы посмотрите фильмы, там лаборатории и постапокалипсис Все В общем, игра была прикольная и фановая Вы не представляете, с каким большим удовольствием я записывал данный видеоряд Третье место На это место попала игра, которая была сделана очень крутыми разрабами Chaos Studio Если кто не знал, сообщаю Chaos Studio, разрабы первого Хомфронта В свое время работали над очень значимой игрой Называется Battlefield 2 DICE их пригласили для консультации в реализации многих идей Которые они заметили в их же моде под названием Desert Strike К Battlefield 1942 После того, когда Chaos Studio отработали все, что они должны были отработать DICE за два месяца до релиза Battlefield 2 Просто их вышвырнули на улицу Первым Хомфронт был, наверное, лучшим симбиозом идеи Battlefield и Call of Duty По формату карты режимов игра походила на Battlefield Но формат заруб и их реализация была как в Call of Duty Из интересного разрабы придумали очень прикольный режим под названием Линия фронта, который заключался в следующем Команды должны были захватить два флага После полного захвата этих двух зон Линия фронта сдвигалась вперед и появлялись новые флаги, которые нужно было захватить И вот так вот надо было сделать три раза Впоследствии DICE презентовали этот режим как свой уникальный режим для первого дополнения в Star Wars Battlefront Да, если вам не стыдно Также реально была прикольная система получения техники и всяких гаджетов Через систему Скордстриков, которую впоследствии позаимствовали Треярч Ну даже не позаимствовали, а переработали для своей игры В данный момент именно на основе Скордстриков из Хомфронта Без особой переделки даже экрана выбора техники Делается Star Wars Battlefront 2 Если честно, мне обидно за Chaos Studio Они по факту сделали самый крутой Battlefield Это Battlefield 2 Их выгнали и теперь тырят их идеи из их независимых проектов Экран анлока техники в Star Wars Battlefront 2 2017 года Выглядит просто под копирку с Хомфронта Сам Хомфронт прожил небольшое время А потом просто умер Сейчас можно на ПК найти только один сервачок в TDM И один сервачок в линии фронта Второе место Оригинальная почти трилогия Star Wars Battlefront от Pandemic Наверное, самый масштабный клон Battlefield Даже если сравнивать со старыми Battlefield'ами Но игра, конечно, завоевала зрителя не только масштабом, но и своим сеттингом Первые два Star Wars Battlefront охватывали все крупные битвы первых двух трилогий Звездных войн А это значит, что в игре просто невероятное количество фракций, разной техники и героев этой вселенной Особенно разнообразием радовался Star Wars Battlefront 2 Который, ну, настоящий Battlefront 2, а не тот, который выйдет в этом году Там было куча режимов И если сравнивать с Battlefield'ами тех лет, ну и, наверное, даже современностью То Battlefield сдавал позиции по этому параметру Были не только классические конквесты с Империей и повстанцами Ну и захват флага, фановая битва героев Где решал тот, кто быстрее нажал на Force Choke или выпуск молнии с пальцев Ну и, конечно, мой любимый режим Hunter, где показали всю правду шестого эпизода То, что, ну, не повстанцы победили Империю, а ЭВАКИ! А вампы разбили повстанцев на планете Хот Были также космические битвы и всего очень-очень много Потом пандемию купили Electronic Arts и по факту уничтожили разработку Star Wars Battlefront 3 Который был, ну, потенциальным убийцей Battlefield'а Так как масштабы той игры были совершенно невероятными Чего стоили комбинированные битвы на поверхности планеты и в космосе одновременно? В данный момент серией Star Wars Battlefront занимается DICE И, ребят, это забавно Разрабы Battlefield делают продолжателя клона Battlefield'а на движке Battlefield'а А потом псевдофанаты на выходе Battlefield'а 1 стали жаловаться Мол, Battlefield 1 похож на клона Battlefield, сделанный на движке Battlefield'а разрабами Battlefield'а Вам самим не смешно было, когда вы называли Battlefield' 1 Battlefront'ом? Неважно Первая попытка DICE была, на самом деле, очень слабая И по непонятной причине они почему-то решили сделать игру, которая не похожа на Battlefield'а И это было, ну, не очень хорошо Вторая их попытка вызывает надежду, так как помимо бездарных шведских DICE' А они именно бездарные DICE' LA как бы получше будут Они хотя бы игру допиливают за шведами Над игрой, вот над Star Wars Battlefront 2 сейчас работают выходцы из пандемик, которые когда-то делали Star Wars Battlefront 3 И поэтому, в принципе, есть большие надежды, но вот то, что они спёрли систему без какого-либо изменения из Homefront'а Это напрягает пока что Давайте перейдём к первому месту Ответ Activision на серию Battlefield'а, которая на самом деле предлагает для механики Battlefield'а очень много хороших идей Но DICE как-то не отреагировали и не стали развивать концепцию Battlefield'а А начали просто уводить в сторону Call of Duty Quake Wars, на мой взгляд, это самый крутой клон Battlefield'а Который внёс много интересных идей И, кстати, одну идею всё же DICE' позаимствовали Например, режим Rush Сделали его бездарно и неинтересно По сравнению с тем, что было в Quake Wars Quake Wars был неким сюжетно направленным мультиплеером Где каждая битва имела предысторию Состояла из кучи разных заданий Ну, например, берём Высадка Строгов Укрепление Строгов на позиции Пробитие прохода в бункер И уничтожение телепорта на планету Строгов Вот небольшая битва Это всё было разделено, как вы понимаете, на 5 фаз Где мы постепенно наступали Люди отбивались Это было прикольно Также была представлена очень интересная система классов У нас был пехотинец Основная сила против техники и пехоты Инженер, который занимался установкой минных полей Разминированием И установкой турелей Противопехотной Противотанковой И зенитной Снайпер Медик И поддержка с патронами Причём Рейвен очень классно стали развивать идею инфраструктуры Из Battlefield 2 и 2142 Ну, если кто не помнит У нас были вагончики Арта Там Радарчик Но В Quake Wars Это не просто вагончик Или арта на базе Которую можно уничтожить Или восстановить Это фишки классов Например, снайпер умел на поле боя Устанавливать радар А инженер мог строить арту Миномёты И пусковые установки Для крылатых ракет Что являлось очень серьёзной Стратегической силой На карте Несмотря на небольшой формат Самих заруб Quake Wars стала Правильным продолжателем Идеи второго батлфилда Если честно Я абсолютно не понимаю Тут разрабов Из DICE Зачем Уводить серию В сторону Камерных заруб Call of Duty Ну, если вы мне не верите Посмотрите на самые популярные серваки Это Метро Взаперти И Ноушех Почему они не стали Развиваться в сторону Quake Wars Который реально был Интересным проектом И серьёзным конкурентом Батлфилда Потому что, на мой взгляд Идеи Quake Wars Это правильное направление Для всей серии Батлфилд А то, что мы видим Со времён Бэткомпани 2 А Батлфилда 3 Это уход от канона Серии Батлфилд И превращение ВО В некого мутанта Который понять не может Что он Call of Duty Или Батлфилд Но, думаю На этом всё, дорогие друзья Напишите Ваш топ 5 клонов Батлфилд В комментариях Ну, а также Вы можете подписаться Поставить лайк Сделать репост Этого видео Увидимся на поле боя Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok